К нам через несколько секунд присоединится Константин Петрилис, управляющий партнер компании Dika G Development из Греции. Пока Константин подключается, я приглашу вас, дорогие зрители, на следующий вебинар. Костя, привет! Ты меня видишь, слышишь? Да, вижу. Привет, привет, Филипп. Отлично, дорогие друзья. Хочу сказать, что мы сейчас поговорим о трех странах Словении, Испании, Греции. Следующие страны, следующий вебинар, посвященный тематике зарубежной недвижимости, пройдет у нас во вторник. Мы будем говорить и Германии, и еще о нескольких странах, каких пока сюрприз, но вот будет представлена коммерческая недвижимость. Продолжаем сейчас эту тематику, и вообще наши вебинары в июле будут в значительной степени посвящены конкретным предложениям, потому что рынки, что называется, вышли из спячки, и, соответственно, у компаний начали появляться те объекты, которых не было там несколько месяцев назад, а вот сейчас они есть. Костя, греческий рынок в 2018 году, до 2018 года был, условно, многострадальный, по-иному и не назовешь. С 2018 пошел рост, пошли изменения, те позитивные, которых, в общем, давно ждали. Они одна оттолкнулись, и тут вдруг опять. Вот что сейчас происходит на рынке именно коммерческой недвижимости Греции? Какие тенденции сейчас определяют его? Несколько слов, давай начнем с этого. Все правильно. Как ты и озвучил до этого, значит, с 2009-го, 2010-го года по 2018-й год, это, скорее всего, один из самых длительных кризисов, которые пережила страна, да, с 70-х годов. И это был кризис не просто, так сказать, да, тот глобальный мировой кризис, который мы знаем в 2009-м году, банковский кризис, но это был еще и внутренний, так сказать, наш кризис. Соответственно, много чего произошло, в том числе и в недвижимости. Ну и с 2018-го года, конечно же, были проведены очень много реформ. Соответственно, нам это дало возможность привлекать иностранных, так сказать, инвесторов. Рынок стал наиболее доступным. Началась динамика, значит, в 2019-м году мы уже отметили официально, согласно стороне Банка Греции, рост в цене, в средний рост в цене, значит, порядка 7-2 целых процентов, вот. А в 2020-м году у нас происходит еще один такой, можно сказать, очень хороший показатель. У нас отменяют на жилую недвижимость НДС, вот. И мы готовимся, так сказать, к глобальному старту, вот. И ситуация... Но вот что сейчас, вот что сейчас, если мы говорим именно о коммерческой недвижимости, последние 2-3 месяца, к чему они привели? Появилось ли больше вакантных площадей, если да, то в каком сегменте? Напротив, что-то может быть в дефиците, что показал этот кризис? Было бы неправильно сказать, конечно же, что Греция не пострадала, хотя мы, скорее всего, из единственных стран, которые сегодняшним днем справились, да, с минимальными потерями, вот, и здесь это надо отметить, конечно же, вот. Но все-таки бизнес, как бы ни было, он пострадал и продолжает страдать. Вот. То, что касается коммерческой обиды, я бы здесь хотел бы отметить и разделить это на две части, да, потому что коммерческая, так можно сказать, недвижимость, это является и туристическая недвижимость, да, это те же, там, отели, да, и все индустрии, которые находятся вокруг туризма, вот, и те же ритейлы, и те же кафе, и те же бары, да, и так далее, вот. Конечно же, у нас в этом есть серьезные потери, оцениваются сегодняшним днем где-то порядка в 11%, так можно сказать, да, расчеты до конца года пострадает эта вся индустрия от нашего государственного бюджета. 11% меньше денег она получит или 11% предприятий перестанет существовать? Нет, меньше денег, меньше денег в ВВП, так как туризм вообще, и это по отрасли, она занимала порядка 20% всего ВВП страны. Соответственно, по расчетам, так сказать, да, и аналитикам, вот, это оптимистическая, так сказать, часть, да, конечно же, оптимистическая, это гораздо хуже, потому что сейчас мы, по крайней мере, начинаем открывать, сейчас мы смотрим, что у нас, у нас буквально в первых числах июня начала работать более, там, 40%, да, всей коммерции. Соответственно, бизнесы, такие как кафе, такие как ресторан, они открылись последними, это вот в конце июня, поэтому сегодняшним днем картина, конечно же, с новыми требованиями, вот, она у нас, по крайней мере, складывается в таком ежедневном порядке, мы смотрим, что да, часть малого бизнеса, который находится в не самых топовых местах, в том числе в столице, да, и в северной столице, в Салониках, не открылась. Не открылась. И появились вакантные площади, которые раньше занимали кафе, рестораны, или они откроются чуть позже, все-таки, там, как бы, или везде. Здесь очень, да, здесь очень важный момент, со всеми, что государство на протяжении всего периода карантина помогла, так сказать, да, с арендатором, вот, компенсировать порядка 40% от арендных ставок, вот, соответственно, арендодатели пострадали на первый рейд, ну, уже внесли, так сказать, кардигировки в законодательстве, вот, о возможности компенсировать на подоходном налоге и арендодателям в 2020-2021 году. Ну, здесь хотел бы отметить, вот, что, то, что касается именно бизнеса, тех, которые, туристических, так бы сказать, да, зонах, вот, конечно же, сложно сейчас, по крайней мере, если, потому что нету туристов, поэтому открывать нету смысла, продолжать, нести потери, нести эти расходы, и сложно сейчас сказать, но и в том числе, конечно же, и эти локации, они не такие уж, как сказать, и доступные, да, поэтому они были и высокие арендные ставки, поэтому было скопление туризма в этих направлениях, соответственно, сейчас чуть сложно это оценить, скорее всего, уже, там, ближе к сентябрю будет понятно, какие именно площади и как. Хорошо, а если мы говорим не о туристических локациях, которые, понятно, находятся сейчас еще в неком таком заторможенном состоянии, если мы говорим о, там, ритейле продовольственном, если мы говорим, ну, там, те же самые офисы, вот, в каком состоянии находится этот рынок, опять же, ну, в большей степени в Афинах, наверное, поскольку уж ты, в основном, занимаешься афинской недвижимостью. Здесь хотелось бы отметить, да, то, что касается именно, так сказать, альтернативных туристических, да, направлений, конечно же, по, есть своего рода потери, да, вот, мы, в связи с тем, что государство, весь государство внесло корректировки касательно именно стандартов и количества людей, которые могут туда посещать, начиная с кафе, зоны, которые определились сегодняшним днем, вот, заканчивая, там, ритейлы среднего, так сказать, да, среднего типа, вот, где есть свои, тоже, своего рода ограничения зависимости от квадратных метров, на каждого, так сказать, клиента рассчитывается определенный, определенный квадратный метр, вот, соответственно, те, которые, те, которые не могли, так сказать, да, рассчитывая свои потоки, да, и рассчитывая свои расходы, Соответственно, да, там идет с сегодняшним днем проблема. Так, смотри, еще разочек, вот появилось ли сейчас большое количество вакрантных офисных площадей? Не появилось, Филипп, по крайней мере, сегодняшнего, потому что в больших площадей, по крайней мере, в столице, да, это, ну, как сказать, не правильно вырезать сам. Это не частое такое было, да, но в больших площадей в основном были загородные, да, помещения, там, офисные помещения в основном, вот, или там какие-то гипермолы, которые, да, строились. Вот, поэтому сегодняшний днем нет, появилось очень много туристических объектов, которые именно были, вот, на краткосрочное, так сказать, управление. А в какой степени, на твой взгляд, сейчас кому-то может быть интересна покупка туристического объекта? И тогда какого? Ну, вроде, есть спрос, но вот, но такой очень, знаешь, я бы сказал, такой хайповый, то есть, вау, гостиница в Греции, как романтично. Но давай реально оценивать, может ли это быть сейчас стратегически кому-то интересно? Если да, то кому? Может ли бы это? Да, это интересно. Вот, не надо забывать, что Греция последние 10 лет, да, у ней, скорее всего, из самых развитых сегодняшним днем рынков, которые привлекала иностранные инвестиции в туристический бизнес, да. И это не просто так, за то, что там кризис, а это то, что само, сам бренд, он развивался и становится все больше и больше пользоваться, да, иностранными туристами. Последний год, вот, если не ошибаюсь, это порядка 33 миллионов наша страна приняла туристов, да, за 2019 год. Соответственно, то количество, которое объектов было на продажу за эти последние 3-4 года, а особенно в больших гостиницких комплексах, они в основном выкупились, да, иностранными инвесторами. Ну, ты говоришь, сейчас новые какие-то появились, вот, что это за новые, ты говоришь, что, ну, в туристическом сегменте сейчас появились какие-то новые предложения? Сейчас та часть местных, местных владельцев, которые, к примеру, у которых были некие проблемы или там какие-то кредиты, да, вот, соответственно, у них сегодняшним днем, так как практически уже полсезона у нас, да, мы достигаем, вот, пол-лета, да, пройти, соответственно, эта потеря будет отображаться в доходах. Соответственно, эти доходы, они не могут обеспечить, да, свои расходы. Это те кредиты, это все, там, государственные какие-то, да, социальные эти все, зарплаты, да, и так далее. И поэтому таким образом здесь будет, значит, появляться, что те, которые будут больше страдать, да, то, скорее всего, будут выставлять эти объекты. Если не будут выставлять и не могут обеспечить свои, да, обязательства перед банками, то, скорее всего, банки будут отбирать. Поэтому здесь вопрос такой, что, как сказать, он еще, по крайней мере, непонятен, но явно уже из того, чего сегодняшним мы видим, вот, что туристическая недвижимость, особенно вот гостиницы, которые, ну, там, не были такие уж динамичные. Динамичные, соответственно, это будет тоже интересный продукт на рынке. Окей, давай тогда обратимся к тем объектам, которые сейчас, ну, ты приготовил на нашей презентации, то есть те объекты коммерческой недвижимости, которые сейчас, в силу тех или иных причин, могут быть интересны инвесторам, да, и посмотрим конкретные примеры. Так, это у нас Испания, а мы с тобой начнем с… Кстати, неплохая доходность для европейских стандартов 5% в Испанию. Ну да, вот давай вот это, вот он, давай, трехэтажный магазин центральных Афинов. В двух словах, что это за предложение, как оно появилось, кстати, вот как раз не гостиница, а именно маленький торговый центр, получается, в двух словах, что это такое? Здесь, да, это пакет, значит, компания наша взяла в управление. Вот, кстати, хотелось бы отметить, в связи с ситуацией, сегодняшним днем банки, значит, поторопили процесс выставления на продажу своего собственного имущества, вот, продукт, называемый «Орионс». Это-то недвижимость, который принадлежит уже 100% банку, соответственно, это не через процедуру аукциона, а именно напрямую уже к потенциальным покупателям. Здесь мы являемся, значит, посредниками и консультантами, вот, основного портфеля греческого банка, значит, который выставили. И данное предложение находится в очень интересном месте, это прямо на грани исторического треугольника столицы, вот, на Леофорос Александрос, это третья по посещаемости, так сказать, и объема движения в историческом центре Афин. Вот, и здесь, значит, привлекательна эта площадь, порядка 180 квадратов, вот. Скажи, пожалуйста, а я вот очень задаю. Ты веришь, банк принадлежит часть здания, там сейчас арендаторы в этом объекте есть или нет? В этом именно нет, банк освободил от арендаторов, все остальное здание арендуется, данная площадь освободена от предыдущего арендатора, и здесь уже цена, то, что мы видим, значит, это уже со скидкой 30%. А что у тебя, что сделает этот объект привлекательным для инвестора, если он приобретает объект, в котором сейчас нет вообще ни одного арендатора, ну, хорошо, то есть, в каком состоянии, какие дополнительные вложения здесь нужны? В состоянии, в хорошем, значит, был проведен ремонт в 2013 году, капитальный, вот, использовалось это под, первое значение было по аптеке, часть, вот, и впоследствии пользовалось офисом на последнем этаже, и первый, второй этаж, значит, это была косметика, который, по-другому сказать, да, находился, был, конечно же, и владелец, в том числе, самого объекта, который не смог справиться, и объект перешел в банк, вот, что здесь привлекательно, как Дату отметил, место, локация, сегодняшним днем, средние ставки в данном районе, это варьируется от 10-11 евро за полезный квадратный метр аренды, соответственно, у нас здесь будет получаться порядка 1700-1800 евро в месяц аренда, поэтому, смотря на цену, вот, и локации, и количество квадратных метров, да, это делает объект очень привлекательным, и не просто для инвестиций и сдачи, но и, конечно же, для личного пользования, вот, потому что сегодняшний день, как мы знаем, европейские стандарты, вот, коммерция, там, в среднем, рассчитывается от 4-5, максимум 6,5% отдач, в данном случае у нас превышает более 7%, вот. Ну, давай на такой вопрос, цена продажи предполагает, допускает, что арендная ставка в этом помещении будет интереснее, чем в среднем районе, но, где искать арендаторов, или здесь даже лучше искать не арендаторов, а от собственника, скорее, и, ну, насколько реально сейчас его найти, ну, потому что, ну, инвесторы чаще всего, в таком случае, рассчитывают на пассивный доход. Где искать, как я до этого и озвучил, значит, конечно же, первым долгом надо искать арендаторов, те, которые съехали сегодняшним днем в связи с ситуацией с маленьких помещений, да, и ищут для своего бизнеса больше помещений, вот, в связи с ограничениями, которые поведены. Поэтому здесь мы, здесь мы видим, что тенденция будет, как раз именно в это направление, с маленьких площадей будут люди переходить в большие площади. Почему? Чтоб могли бы обеспечить и обслуживать больше клиентов. Угу, у нас сегодня... Но, переговоры, кто реальный арендатор такого помещения? Реальный арендатор, конечно же, это местный по греки, это местный... Нет, а какой тип? Это что? Это продовольственный ритейл, это что? Это стрит, стрит ритейл, стрит ритейл, либо разбить, как до этого было, на две части, значит, офисное помещение, да, на последнем этаже. И первое, второе, что, там, аптека, может быть, опять, потому что очень хорошая посещаемость, проходимость на этом месте. В двух словах, все-таки, кто сейчас собственник, как этот человек? Ты сказал, что банк, но этот магазин собственности у банка, это здание, оно только сейчас появилось, вот, там, последние несколько месяцев, и банк уже давно собственник этого помещения? И 31 декабря 2019 года ОПЕК перешел в 100% собственности банка. И с тех пор банк его не продал? Нет, с тех пор они готовили пакет, да, должно было быть уже, значит, с сентября 2020 года, да, полностью, и в связи с ситуацией они ускорили процесс, значит, и выставили через разные компании, да, энные портфели с такими именно объектами по всей территории Греции. Ну, то есть, по большому счету, можно ли сказать, что вот этот тип объекта, который сейчас в пересчете на квадратный метр для этого района, стоит дешево, и, соответственно, это пример того, как потом собственнику, ну, единственное, что нужно будет ему делать, ему нужно будет потом искать арендатора, заманивая его низкой ценой, низкой арендной ставкой. Или, скорее, надо будет искать, купить и потом перепродать кому-то, кто хочет приобрести подобное здание в собственности. Я бы не сказал бы, сегодняшний днём не самый хороший период на перепродажу, особенно в такой ситуации. Здесь объект, я думаю, что лучше всего это его купить, кстати, и сумма 250-2000, это как раз подлежит программу к золотой визе. И дальше, конечно же, выставить его в течение месяца-двух, подготовить и выставить его на аренду. Твой прогноз, как быстро можно найти арендатора в таком месте? В таком месте, ну, на сколько-нибудь интересных условиях. Сегодняшним днём, конечно же, здесь, чтобы не преувеличить, но, по крайней мере, в течение 4-6 месяцев, я думаю, что можно найти хорошего арендатора. Окей, давай смотреть дальше, следующий объект, который у нас есть, коммерческая индивидусть, тоже Афины, но тут площадь большая, а цена совсем скромная. В двух словах, что Эра такое за объект и кого он может заинтересовать? Да, этот объект таким же образом предлагается от Грецкого банка. Здесь у нас делится, значит, на три полу-части. Первый у нас парковочное место, значит, подвальное помещение 57 квадратных метров. Вот, это стоянка там на 3-4 машины и остальные, значит, 190 с лишним квадратов делятся на две части, значит, это первый граунд флор и мезонин, внутренняя антресоль, который тоже, так сказать, пользуется под коммерцию. Сегодняшний днём объект находится на одной из самых популярных улиц, офисных в основном, с игру. Это улица, которая объединяет центр, значит, и набережные Афины. Вот, объект реально привлекательный. Здесь я то, что могу отметить арендатора, найти гораздо быстрее. Я думаю, что с такими именно условиями и цен, вот, и буквально 3-4 объект, значит, взяли и добавили в наш портфель, вот. А что здесь было раньше? И вот, ты сказал, парковка, это под офисы, это опять тоже под... Все здание, все здание, все здание, 94-го года по постройке, оно пользовалось, значит, было, на первом языке был магазин, значит, с вещами, вот. И на второй, третий, четвертый этаж использовались как офисы самой компании, которую занималась, именно у них были там швейная фабрика, вот. Как только съехали, значит, продались в розницу все помещения, вот. И здесь частник с прошлого года тоже, так бы сказать, банк его вернул обратно по объекту. Ну, то есть сейчас это тоже собственность банка? Это собственность банка, так же... И он представляет его не на аукционе, а по фиксированной цене? Да. И все-таки, ну хорошо, видишь, если есть парковка, это все-таки производство какое-то здесь надо открыть? Или надо сделать какой-то ремонт, что-то еще вложить, заниматься ритейлом или чем? Как ты себе видишь в текущей ситуации, когда... Лучше всего, конечно же, сделать ремонт, превратить его опять в, значит, офисное, так сказать, помещение, объединить и договориться с остальными владельцами, вот, потому что стопроцентные парковочные места находятся у данного помещения, вот. И таким образом найти гораздо легче, значит, арендатора, да, начиная там с какой-то, может быть, даже госслужбы, либо по почте Греции, да. Вот, как я и говорил до этого, значит, связь между центром и набережной, где практически сегодняшним днем у нас находится больше, там, 40% пятизвездочных гостиниц, да, пешей доступности. Самые крупные офисные помещения сегодняшним днем находятся на этой улице, потому что здесь самый высокий коэффициент застройки высоток в столице. Поэтому лучше всего его превратить в офисное помещение, как и говорил, да, и найти гораздо быстрее арендатора. Арендатора, заранее могу сказать, что можно найти там в течение двух месяцев максимум. Окей. И, наконец, встречи, тогда пример, давай посмотрим, это несколько недвижимости, как говорили, иного рода. Мы говорили о коммерческой, коммерческой, а это, поскольку многоквартирный дом, по сути, но вот что это такое, многоквартирный дом, каковы перспективы сейчас его, с учетом трудностей с краткосрочной арендой, и все-таки цена здесь намного выше. Данный проект – это новый проект, это проект девелоперский именно нашей компании, Викиджин. Данный проект, значит, приобрелся в период карантина, дистанционно, можно сказать, конечно же, вся процедура у нас началась до того, это в конце января. Мы провели сделку успешно, этот объект находится в самых таких премиальных, можно сказать, районах сегодняшнего дня, район Фалеру, это набережная, Атики, самых востребованных районов, так как для местных, но и для иностранцев. Больше 70% сегодняшнего дня сделок для иностранцев, которые приобретают под программу виденожительства, приобретают именно в этих районах. Находится он в пешей доступности самой крупной частной больнице Метрополитом Хоспитал в Греции. И назначение его, это бизнес-апартаменты, значит, которые реновируем полностью, значит, и сдаются они компании, которые занимаются управлением, значит, на долгосрочной основе для пациентов, посетителей этой частной больницы. Скажи мне, так, цена продажи, продается уже отреставрированный проект, или? Это полностью отреставрированный, уже под ключ. Здесь 8 юнитов, значит, 6 юнитов по 70 квадратных метров с двумя спальными комнатами, значит, и остальные 2 юнита 25 и 45 квадратных метров. Так, скажи, что просто было понятно, значит, ты сказал, 8 юнитов, через 8 месяцев завершится, и это будет, по сути, гостиница при медицинском учреждении? Нет, это не гостиница, это будут апартаменты, которые будут именно сдаваться. Так, апартаменты, они для краткосрочной аренды или для долгосрочной? Здесь вот медицинский туризм, это сложно сказать, что это так, прям, краткосрочно, потому что есть клиенты, которые арендуют на 10 дней, а есть пациенты, которые арендуют и на 3 месяца. Это более бизнес-профайл, не столько именно туристический, да, для обычного, так как мы понимаем, туриста, который приехал на 2-3 дня в Грецию, там, в Афинах, посмотреть на достопримечательность, отдохнуть и уехать. Здесь, конечно же, и другие ставки, здесь и другие оценки, в том числе. Время завершения мы начинаем от буквально первых числах августа, ремонт, получили уже, напоследствии получили разрешение, и на протяжении 8 месяцев у нас будет полностью сдача под ключ. А есть ли какое-то понимание по управлению и по доходности подобного рода объекта? Сегодняшним днем с компанией, которую мы сняли, у нас есть уже определенные ставки, которые мы обсудили, и после того, как начнется ремонт, соответственно, мы уже будем подписывать договор. Здесь у нас идет порядка 4,5% годовых, полностью на весь объект. Это долгосрочный договор, значит, на 7 лет подписывается. Договор с управляющей компанией, прости, на 7 лет? Да. Но 4,5% это не гарантированная доходность, это просто расчетная башня? Это гарантированная доходность. А дальше все, они уже самостоятельно ведут. А, то есть, вот этот проект вы получаете под гарантированную доходность. Все правильно. Окей, ну и тогда, Костя, уже в завершении, наверное, вопрос все-таки. Текущие возможности, подытоживая, текущие возможности в Греции. По сути, ты сказал о возможном появлении дешевых объектов в туристическом сегменте, но те объекты, которые ты показал, они к классическому туризму как раз отношения не имеют. Это объекты, скорее, которые теоретически полгода назад могли быть, ну просто банковская недвижимость, это объект под скрит-ритейл или под офисы. Все-таки на что сейчас стоит обратить внимание инвестору? И в случае на то, что нет определенности, связанной с восстановлением туристического рынка, какие здесь перспективы, на что здесь обратить внимание нужно? Я думаю, что, конечно же, так как и клиентам, так и инвесторам, сегодняшним днем надо быть вообще в целом внимательны, направления, которые выбираются вкладывать. И то, что касается именно наших, так сказать, будущих оценок, что будет происходить на рынке и какие именно направления. Здесь, конечно же, я думаю, что самые такие востребованные на первом этапе это будут объекты дома отдельно стоящие в туристических направлениях. В основном, конечно же, на материке, потому что при любом, может быть, там, аналогичном, да, в каком-то порядке, вот, поэтому регионы традиционные в материке Северной Греции, Халкидики, конечно же, вот, где мы видим и отмечаем очень большой спрос, в основном это Западная Европа, вот, идет, конечно же, регион Атики, это вокруг именно столицы. Сегодняшним, кстати, самая большая проблема найти объект для местных греков арендовать, да, это как раз именно в Атике, а не столько на островах, где была до, эта ситуация была наоборот. Невозможно было найти на Санторине, невозможно было найти на Миконусе, снять в аренду, а возле Атики, ну, Атика, там, пригород столицы, в том числе, я думаю, и в Салониках также происходит, было гораздо большее предложение. Сегодняшним, это происходит наоборот. Конечно же, инвестора оценивают это иначе, потому что все мы понимаем в любом, чрезвычайно, в таком объеме ситуации, вот, стараемся посмотреть выгоду, конечно же, и в разных отраслях, это не только в недвижимости, вот, поэтому надо быть внимательным, надо отслеживать и правильно анализировать маркет, вот. Я думаю, что уже с сентября, там, середина, середина октября уже будет понятно, что именно будет интереснее востребовано. Потому что все-таки Филипп здесь хотел пару слов отметить, кризис у нас сегодняшним днем, это не национальный, это многонациональный кризис, да. И надо забывать, греки набрались силы храбрости после десятилетнего кризиса, поэтому будет этот краткосрочный кризис или будет этот долгосрочный. Сегодняшним днем мы более, так сказать, уверены, что, по крайней мере, будем стараться и будем справляться иначе, да. Насколько будет терпение у владельцев, насколько будет терпение у инвесторов, у инвесторов, да, именно, там, замедлять и откладывать эти все инвестиции, вот. Сложно сказать. Я не хочу здесь брать такую ответственность на себя, вот, не преувеличивать, ну, и не дооценивать. Да, ситуация непонятная, да, по крайней мере, вот, но явно есть еще сила, да, с той, вот за последние два года, с той именно динамики и рынок еще, по крайней мере, держится с сентябрь и октябрь, я с удовольствием провел бы еще раз с тобой такой вебинар, я бы уже мог сказать по конкретнее, именно с цифрами, что будет происходить. Окей, ну, сказал, проведем, значит, проведем. Дорогие друзья, компания DKG Development, управляющий партнер Константин Петридис, контакт компании, пожалуйста, перед вами. Объекты, которые представил Константин, ну, если интерес именно вызывает греческий или какой-то конкретный объект, пожалуйста, обращайтесь, контакты, как я уже сказал, здесь. Ну, а на этом мы практически прощаемся с вами. Спасибо, Костя. Спасибо, крепитесь. Надеемся, уже и граница закроется. Мы держимся, нам велело наше руководство. Надеемся, к сожалению, видишь, уясняется, что до 1 августа перелетов не будет из России, но у тех, кого нет ВНЖ или гражданства, сейчас просто в момент нашего эфира приходят не самые веселые новости, но это значит, что будем надеяться, конец лета у нас будет возможность. Мы с удовольствием, теперь будем ждать. Теперь будем ждать. Спасибо огромное. Филипп Березин, портал «Прионру недвижимость за рубежом». Спасибо, что были с нами. Давайте, ну, сохранять не и оптимизм, тем более, что без него никуда. И, в общем, по большому счету, фраза «хорошо там, где нас нет», она не теряет актуальности. Будем искать свои предложения, держать руку на пульсе. Ну, а тем, кто сейчас уже имеет ВНЖ или паспорт другой страны, для вас как раз с границами все гораздо проще. Дорогие друзья, встретимся в ближайший раз во вторник, в четверг будем говорить о гражданстве. И вид недвижимости на Кипре. Это у нас отдельное продолжение наших вебинаров. Спасибо вам. Ну, а во вторник говорим о коммерческой недвижимости в Германии и других странах в продолжении нашей июльской тематики. До встречи. Филипп Рейсин, приорудование, движение за рубежом. До встречи. Спасибо.